Каждую весну в заповеднике Черные земли в республике Калмыкия наступает горячая пора. Дни напролет сотрудники заповедника бороздят степные дороги. Они проводят учет численности сайгака, главного охраняемого животного в заповеднике. Но одна неожиданная встреча отвлекла инспекторов от поиска степных антилог. В заброшенном колодце бывшей животноводческой фермы они обнаружили двух пленников. Пленников не простых, а очень редких кровей. Оба вида занесены в международные красные книги. Это черный гриф и белоголовый сип. Видимо, эти бедолаги соскочили в колодец за какой-то добычей и сами оказались в смертельной ловушке. Сколько они томятся здесь, сказать трудно. Они раздражены и сильно ослаблены. Но, несмотря на это, их освобождение оказалось непростой задачей. Операцию по спасению начали с черного грифа. Гриф был другого мнения. Едва поверив своему счастью, самая крупная птица России сразу устремилась навстречу долгожданной свободе. Настала очередь белоголового сипа. Инспекторам, умудренным предыдущим опытом, хоть и не без труда, удалось удержать могучего пленника. Белоголовые сипы – родственники черных грифов. И лишь немногим уступают им в размерах. И те, и другие достигают почти предельного для летающих птиц веса – 12 килограммов. Поднимают их в воздух огромные крылья, размахом до трех метров. Колец нет у него. Отпускаем его. Наконец, сип обрел полную свободу и растворился в степи. А для нас эта случайная встреча стала началом знакомства с пернатыми великанами, живущими на юге России. Центральная часть Большого Кавказского хребта – самая высокая. Это край снежных вершин и альпийских лугов, над которыми возвышается двуглавый шатер Эльбруса. Кавказ – единственное место в России, где гнездятся черные грифы и белоголовые сипы. Сипы селятся в нишах неприступных скал, куда наземным хищникам не добраться. Они живут оседло, по многу лет на одном месте. Поэтому к местоположению жилья сипы подходят тщательно. Поблизости должны быть выпасы скота, где птицы могут найти добычу. Рядом также должны находиться источники пресной воды. Грифы по многу пьют. В этой части Кавказа в ней недостатка нет. Горные ледники в изобилии снабжают чистейшей водой русло многочисленных ручьев и рек, которые наполняют жизнью Зеленые Голины. Сипы обычно селятся группами, небольшими колониями. Пара может прожить и отдельно от сородичей, но поскольку подходящих мест не так много, птицы вынуждены гнездиться по соседству. Впрочем, живут они мирно. Птенцы появляются в апреле, растут медленно. Этому уже три месяца, а он еще толком не оперился. Сипы не перелетные птицы и торопиться им вроде некуда, но родителям можно посочувствовать. Им подолгу приходится нести заботу о своем требовательном отпрыске. Самка вернулась ни с чем и вынуждена терпеливо сносить его укусы. На поиски пищи отправляется отец. Но и его попытка закончилась неудачей. Он нарушил невидимую границу. Слишком близко подлетел к гнезду конюка и был немедленно атакован. Конюк намного меньше, но правда на его стороне. К тому же сипы совершенно не агрессивны. Маленький хищник полон решимости и дальше защищать свои владения, а обескураженный великан усаживается в стороне от родного гнезда. Птенцу придется еще подождать. Грифы живут в горах, но встретили мы их впервые в Калмыкии за 500 километров отсюда. Что же заставляет птиц совершать такие длительные путешествия? Весной в степи происходит важное событие. Здесь грифы повсюду черной тенью следуют за антилопами. Ради них они и появились в степи именно в это время, когда у сайгаков рождаются детеныши. Увидеть этих осторожных птиц на равнинных просторах трудно. Но калмыцкие степи засушливы. Источников воды мало и редкие озерца притягивают всех обитателей степи. Рано или поздно грифы и сипы должны появиться здесь. А пока перед нами раскрывается мир степной жизни. С рассветом на озере стали собираться пернатые жители. Вот птицы, получившие название благодаря своей характерной внешности. С длинным и изогнутым, похожим на шилок, клювом называется шилоклевкой. Рядом на длинных ногах ходулях шагает ходулочник. Это южные виды. Зимуют они в Африке, а размножаются здесь, не улетая далеко на север. Сейчас пора свадеб у многих птиц. Самец сутки огаря настойчиво клещет самку. Однако его любовные планы и спокойствие других обитателей были нарушены появлением новых животных. Это степные волки, представители редкого и малоизученного подвида волка обыкновенного. По сравнению со своим лесным собратом, зверь этот чуть мельче, а в окрасе преобладают рыжие оттенки. Волки наслаждаются прохладой степного озера в полном одиночестве. Но кто-то нарушает и их покой. Это полудикие лошади, давно убежавшие от своих хозяев и ведущие свободную жизнь мустангов. С такими могучими красавцами волкам не справятся. С большой неохотой хищники уступают свое место. Для птиц лошади не представляют опасности. На озере снова воцаряется мир и свойственная весне атмосфера. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаются огари. Самцу уже никто не мешает проявить всю пылкость своей натуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неожиданно появившиеся на озере Сайгаки также не доставляют пернатам никакого беспокойства. Сайгаки могут подолгу обходиться без воды, но по возможности много и с удовольствием пьют. Это самки. Влага им сейчас нужна как никогда в жизни. В ближайшие несколько дней они не смогут появиться на водопое. Как будто дождавшись сайгаков, на озеро стали слетаться и грифы. В основном это черные грифы – молодые, не обремененные семьей особи. Они не высиживают птенцов и могут позволить себе вести бродячую жизнь вдалеке от дома. Суровые в траурном оперении они похожи на компанию джентльменов, явившихся с похорон. Впрочем, так и есть. Только тела умерших находятся теперь в их желудках, ведь грифы – падальщики. Само это слово вызывает у современных людей отвращение. Нам тяжело думать о физических подробностях смерти, о распаде и разложении. Наши предки относились к этим птицам с куда большим уважением. Грифы почитались как посредники между миром живых и миром мертвых. А в природе грифы находятся в числе ее лучших санитаров. Уникальная иммунная система делает грифов невосприимчивыми к микробам. Кислотность их желудочного сока такова, что убивает смертельные бактерии. Мощный крючковатый клюв помогает разрывать кожу и мышцы. Голова и шея покрыты только легким пухом, что устраняет проблемы с гигиеной. Широкий воротник у основания шеи не позволяет стекать на оперение жидкостям, что образуются в разлагающихся телах. Они идеально оснащены для своего образа жизни. Вдобавок птицы очень чистоплотны. В Дагестане на вершине огромного бархана Сарыкум целая стая сипов долго сидела, расправив крылья. Это похоже на таинственный ритуал, обращенный к солнцу. На самом деле птицы принимают ультрафиолетовые ванны, что помогает им избавиться от паразитов. Сарыкум целая стая сипов Весна у сайгаков, время отела. Пока самцы беззаботно поглощают свежую степную зелень, самки отправляются в небольшое, но важное для всего стада путешествия. Пополнив запасы влаги в организме, они собираются в небольшие группы и уходят вглубь степи, подальше от водоема. Наземные хищники, волки, лисы на такие расстояния от озера отходить не рискуют. Поэтому рождаются сайгачата в относительной безопасности. Они хорошо приспособлены к суровой степной жизни. Уже через несколько дней повсюду следуют за матерью и в резвости мало ей уступают. Но первые часы после рождения они проводят в густой траве, дожидаясь мать, которая уходит пастись порой за несколько километров. Грифы легко преодолевают расстояние от водопоя до мест, где рождаются малыши. Острое зрение без труда позволяет им разглядеть цель более мелкую, чем новорожденный сайгачонок. Но этому детенышу ничто не грозит. Как бы ни был слаб детеныш, они не нападут на него. Пока животное дышит, они будут терпеливо ждать. Здесь у грифов есть другие лакомства. Плацента, пуповина, оставшиеся на месте родов. Впрочем, смертность среди новорожденных антилоп велика. Рано или поздно грифы дождутся своего. Здесь, в Калмыкии, из птиц-падальщиков мы видели в основном черных грифов. Причем их было много. Только на этом озере мы насчитывали до 150 птиц. А это не единственное озеро в округе. Между тем, по оценкам ученых, на Кавказе гнездится всего около 30 пар черных грифов. Откуда они появились здесь в таком количестве – загадка. Возможно, они прилетели из других регионов, покрыв огромные расстояния. Так работают механизмы самозащиты природы. Когда в степи возникает вероятность заражения, со всех краев призываются те, кто способен эту опасность устранить. Между тем, в Приэльбрусе, в колонии белоголовых сипов, жизнь идет своим чередом. В этом гнезде птенца воспитывают прямо-таки в спартанских условиях. Кажется, что родители не особенно утруждают себя заботой. Птенец покорно лежит в гнезде, ожидая следующей кормежки. Такой стиль воспитания явно не вредит ему. Он хорошо растет и скоро догонит своих родителей. В соседнем гнезде придерживаются других принципов воспитания. Птенец окружен нежностью, какую трудно предположить у пернатых, тем более у таких грубых на вид пожирателей мертвого мяса. Но внешность обманчива. Это гнездо можно считать образцом идеальных семейных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, птенец устает от ласк. Решив вздремнуть, он устраивается поудобней и тут вспоминает о самом главном. Общение с родителем настолько увлекло его, что он чуть не забыл о голоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, теперь можно и поспать. А заботливая мать прикрывает его крыльями от начинающего припекать солнца. Прилет отца завершает эту картину семейного счастья. Грифы относятся к дневным хищным птицам. Покидают гнезда они позднее других пернатых охотников. Объясняется это манерой их полета. Маховый полет грифы используют редко, только при взлете. Зато никто не умеет лучше их парить. Широкими крыльями они ловят восходящие потоки воздуха от прогретой солнцем земли. Паря на высоте 2-3 километров, сипы высматривают добычу. Нередко увидеть ее им помогают другие птицы. Стайка расторопных ворон указывает на то, что тут есть чем поживиться. Но большие птицы осторожны. Орнитологи утверждают, что грифы никогда не садятся к специально подброшенной приваде. Но мы все же решили попробовать. Без сомнения, грифы сразу заметили мертвую тушу. Но принять угощение не спешили. И все же соблазн был велик. Оказавшись рядом с привадой, они еще долго раздумывают, пытаясь убедиться, что это не ловушка. Наконец, они решились. Но пиршеству так и не суждено было состояться. Близость человеческого жилья сослужила в этот раз плохую службу. Сипы улетели и больше на приваду не вернулись. Наблюдая жизнь белоголовых сипов, мы никак не могли забыть про черных грифов, которых наблюдали в таких количествах в Калмыкии. Нам хотелось увидеть хотя бы одно гнездо этой загадочной птицы, одно из тех тридцати, обнаруженных на Кавказе учеными. Инспектор местного природного заказника рассказал, что видел в горах большое гнездо и вызвался показать его. Мы отправились вверх по ущелью горной реки. В отличие от сипов, грифы строят свои гнезда на вершинах могучих деревьев. Их огромные жилища трудно не заметить. Но пока ничего похожего не было видно. Зато мы стали свидетелями еще одного воздушного боя. Птица поменьше – курганник. Его соперник – орел-могильник. Оба охотники за живой добычей, поэтому и схватка вышла упорной. У каждого своя тактика. Курганник атакует сверху, а могильник встречает его когтями мощных лап. В этом бою не было пострадавших. Но курганнику удалось отогнать грозного хищника от своего гнезда. Мы продолжили путь. Ущелье становилось все уже. И вот в одном из самых глухих мест мы увидели то, что искали. Гнездо черного грифа на плоской вершине старой сосны. Как и сипы, грифы заботятся о своей безопасности и для гнезд выбирают только труднодоступные места. Нам предстоял недолгий, но утомительный подъем по каменистые осыпи. Около гнезда нас встретила подозрительная тишина. еще небольшой подъем, и наши худшие опасения подтвердились. Гнездо оказалось пустым. Численность грифов с каждым годом уменьшается. Птицы, способные в своих желудках побеждать бациллы сибирской язвы, бессильны перед ловушками, отравленными приманками, разорением гнезд, нехваткой пищи в горах. Но то количество грифов, которые мы наблюдали на небольшом озерце в Калмыкии, все же вселяет надежду, что их популяция далека от исчезновения. В колонии белоголовых сипов царит оживление. На скальных уступах появилось много новых птиц. Это молодежь вернулась из степных кочевий. Подросли и птенцы. Их уже трудно отличить от взрослых птиц. Но родители по-прежнему заботятся о них, постоянно совершая продолжительные вылеты на поиски пищи. Впрочем, скоро они сами отправятся в свой первый полет. Родители, воспитавшие птенца в строгости, даже принуждают его покинуть насиженный утес. Через несколько лет выросшие птенцы найдут себе пары, построят гнезда и сами каждую весну будут воспитывать по одному детенышу. За свою жизнь они смогут вырастить 30-40 сипов, которые также будут парить над этими скалами, ставшими приютом для многих поколений этих величественных птиц. Мы надеемся, что так и будет. Иначе что такое горы Кавказа без едва различимых силуэтов, парящих где-то в вышине самых больших птиц России? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...